Всем хлоу! Сегодня речь пойдет о грамматике для подготовки к ЕГЭ. И я расскажу вам все, что нужно повторить для того, чтобы идеально знать ЕГЭ по английскому языку. Погнали! Меня зовут Марина Лесковец, я ваш учитель английского, и я помогаю вам готовиться к ЕГЭ по английскому языку, и не только, и в целом просвещаю в теме английского языка. Сегодня речь идет о грамматике. И, конечно, за 10 минут, ну, признаюсь честно, я не смогу рассказать все правила, однако я смогу их перечислить. Таким образом, я просто предоставлю вам список тех тем, которые нужно будет повторить, а может быть, что-то вы уже знаете, или большую часть всего этого знаете, или все знаете. То есть вы просто сможете ориентироваться на этот список и думать, ага, окей, вот это я отлично знаю, а здесь мне нужно это повторить, поэтому открою книжечку и повторю. Данное видео подойдет как для ребят, которые готовятся с преподавателями на курсах, а особенно для тех, кто готовится самостоятельно. Начнем по порядку. Основа основ любого языка в грамматике это времена. В английском языке их целых 12, и все 12 нужно будет знать для того, чтобы узнать успешный ЕГЭ по английскому языку. Конечно же, времена системы present и simple, continuous, perfect и perfect, continuous тоже. И времена системы past также все, simple, continuous, perfect, perfect, continuous, future тоже самое. То есть все времена необходимо знать. Также, конечно же, ребят, повторите present tenses in time closes. Это про те времена, например, present simple, когда используется в будущем, да, в каких аспектах. Или когда мы используем present continuous для того, чтобы сказать о будущем. И тогда или конструкция be going to. Вот это все тоже нужно отлично знать. Поехали дальше. Необходимо точно знать, какие глаголы не используются с in. И это список state of verbs, глаголы чувства и восприятия, так называемые. Их нужно знать и уметь употреблять. Что дальше? Конечно же, повторите would конструкцию future in the past. Конструкции be, get, used to, used to. Это также встречается в ЕГЭ и, конечно, поможет вам разнообразить вашу речь, например, в устной части ЕГЭ или в письменной. Перейдем к предлогам. Prepositions of time and place. Это база, вот самая база. И еще направление, предлоги направления. Предлоги места, времени и направления. Это вот основа основ. Но, безусловно, нужно учить вообще все возможные предлоги, устойчивое сочетание. В общем, все, что про предлоги, туда же можно отнести и фразы, и глаголы. Но это не совсем грамматика. Но я скажу так, это нужно знать. Дальше. Безусловно, любимая тема. Любимая тема. Articles. Артикли. Да, и здесь нас интересует абсолютно все. Ну, любой артикль. Неопределенный, определенный артикль. Артикль с именами собственными. В общем, все, что нужно знать про артикли, вы должны это знать. Так же, исчисляемые. Countable and countable nouns. Quantifiers. Исчисляемые, неисчисляемые, существительные. Quantifiers. Это такие конструкции, как little, a little, few, a few. То есть, словом quantifiers обозначаются слова, которые говорят нам о количестве. Много, немного. Вот это тоже нужно отлично знать. Далее. Конструкции предложения. Unless, in case, as, as long as, provided that. Все это необходимо уметь употреблять и строить с этим предложение. Далее. Конечно же. Сравнительные и превосходные степени наречий, прилагательных, comparatives, superlatives и конструкции so, such, enough, to. Уметь, знать, использовать. Поехали дальше. Модальные глаголы в значении modals, ability, permission, advice, criticism, obligation, and necessity, degrees of certainty. Что здесь? Способность, разрешение, совет, критика, обязанность, необходимость, obligation, necessity, необходимость, degrees of certainty, степени уверенности. Все это значение модальных глаголов, с помощью модальных глаголов мы можем, собственно, выражать эти аспекты, да? Потому что модальные глаголы, они, собственно, не представляют из себя никакого действия, они лишь обозначают некоторые отношения к этому действию. Да? Ты должен это сделать. Или мне этого не надо. Так, следует. Вот, поэтому это про модальные глаголы. Далее, the passive and the causative, это формы пассива, их необходимо знать. Если что-то вам не знакомо, просто загуглите, вам кукол все расскажет и, в принципе, любой учебник грамматики. Обязательно, causative тоже выучите. Далее, ink form, ink form or infinitive. Что ставить? Или инговую форму, или начальную форму глагола. Далее, конструкцию would rather have better, тоже стоит знать. Еще, вопросы, безусловно. Indirect questions, косвенные вопросы, прямые вопросы, и все виды вопросов нужно идеально знать. Это базовая, абсолютная информация. Косвенная речь, reported speech, естественно. И relative clauses, это предаточные, вообще все виды предаточных предложений стоит знать. Особенно relative clauses, это предаточные описательные, часто встречаются в ЕГЭ, да, которые так, which hoes, which hoes, вот, да, например. Обязательно посмотрите, если подзабыли это правило. Далее, participles, конечно же, причастие. Нужно разобраться с ними, потому что в разделе лексика и грамматика, например, они встречаются. И possessives, притяжательный падеж. Но это на самом деле еще не все. Я бы рекомендовала вам на FIPI посмотреть кодификатор. Там есть полный список, да, еще дополненный, детализированный всех тех правил, которые нужно повторить, а также лексические темы. И, кстати, если вы можете от себя что-то порекомендовать, то, что однозначно стоит знать к ЕГЭ, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Сделаем это видео еще более полезным. Конечно же, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, не забудьте, пожалуйста, для тех, кому лень писать кодификатор. Вот, пожалуйста, этот файл вы можете заскринить и посмотреть, какие темы необходимо повторить для того, чтобы идеально сдать английский язык. Напомню, что сейчас идет набор на годовой курс подготовки к ЕГЭ 2022. И присоединяясь до 30 августа, у вас есть возможность выиграть айфон и поучаствовать в розыгрыше. Это, в общем, очень-очень приятно. Так что, пожалуйста, пишите слово Грэмми в сообщениях группы ВКонтакте. Ссылка на нашу группу есть в описании к этому видео. Задавайте свои вопросы о формате обучения со мной. Всех жду на нашей самой эффективной подготовке к ЕГЭ. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok